Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Стены из кирпича или из бруса? Насколько управляющая компания знает свой аварийный дом? Готов ли Барнаул к большим метелям? Разбираемся на примере минувшего циклона. После таких метелей сугробы на крышах явление нормальное, только не в таких домах, где кровля практически уже отсутствует. Итак, как в таких домах люди живут, там где и без того коммунальных проблем хватает? Я в войну жила, я не в таких домах я не жила. Лучше жили после войны, чем мы сейчас живем. Это сарай. Александра Матвеевна уверяет, в доме за все время ее жизни ремонт не проводили ни разу. Он построен в 52-м году. За эти годы главной угрозой стала крыша. Когда буран был, все, этот шифер сдвинуло в сторону. И там щель большая. И вот у щель забивает снег. И сейчас вот там полно, сейчас вот встанет, тает. Вся вода у нас будет дома, потолки все рухнут. С декабря месяца, как говорят жители этого дома, они обращаются в управляющую компанию, то есть с начала сильнейших буранов. Ни разу с тех пор никто не убирал крышу. Хранительницу вот таких сугробов. В компанию звоним. Заявочки ваши приняты. А куда они приняты, эти заявочки девают? То ли они в ведерко бросают мусорное, то ли куда еще. Ну, факт то, что никого не было. В администрацию обращались. Все, все, мы накажем, пошлем. Снег как лежал, так и лежит. Между тем, для этой крыши снег противопоказан. Шифер местами разбит и залатан явно на скорую руку. Здесь сквозь заплаты идет снег, чердак в сугробах. Причем балки и перекрытия оказались настолько старые и субтильные, что нам с оператором пришлось думать, а стоит ли забираться на крышу. Что, пойдем? Что, снимать? Или давай, я сам сниму. Нас остановили жители дома, поэтому все, что видите, мы сняли с лестницы, но и отсюда видны слабые места крыши. Например, под сугробами не только деревянные балки и пол, но и распределительный щит. Надеемся, что хоть в нашем сюжете управляющая компания увидит дом, которым она должна заниматься. Кстати, если посмотреть на квитанцию, ощущение, что УК действительно не видела этот дом. В графе материал стен написано «кирпичные». А вот этот кирпичный дом снаружи. Да и вообще, видимо, этот дом, как в хорроре, способен меняться. Только отвернись. Вот мы еще ЖЭО, когда относились к ЖЭО, у нас дом был деревянный. В компанию стали передавать, дом стал кирпичный. И фасад у нас тут есть, и подвал есть. И ремонта тоже не было. Дом признан официально аварийным в 2017 году. Жителям обидно, что капремонта за все это время так ни разу и не было. Хотя взносы в фонд капитального ремонта они, конечно, платили. Не видели и текущего ремонта. Жители только перебирают письма с ответами разных инстанций. Комитет жилищно-коммунального хозяйства. Это о том, что у меня не бежит крыша в 2016 году. Восьмого. Она бежит каждый год, как я понимаю. Она каждый год бежит. Понимаете, дождь прошел, и я дома с тазиком бегаю. А вот управляющая компания, скорее всего, не прибежит на помощь. С ней проблема одна. До нее не могут дозвониться не только жители, но и журналисты. На справочных сайтах телефона вообще нет. А тот, который предлагает реестр лицензии госинспекции, не отвечает. Но мы еще попытаемся связаться с этой управляющей компанией. Проблема с кровлей и крышей после таких снегопадов, это в принципе нормально. Что со всем остальным городом? Смотрите сами, я вышел на пешеходную дорожку. С проезжей части меня практически не видно из-за этого огромного снежного вала. С одной стороны, забавно. С другой стороны, для любого автомобилиста я неожиданное препятствие, которое может выйти на дорогу в любой момент. Это только одна проблема, которую принесла с собой аномальная метель. А коммунальный патруль решил посмотреть, насколько город был вообще готов к такому снегопаду. Где было четыре полосы движения, стало две. А местами две превратились в одну. Это подтвердят водители автобусов. Несмотря на то, что улицы, по которым ходит общественный транспорт, должны очищаться в числе первых. Да, я хочу заметить, что очень отвратительно, очень отвратительно. И уже прошли все праздники, все праздники, и дороги вообще не расширяются, вообще никак не расширяются. Я хотел бы, чтобы на это внимание остров вообще обратили очень внимание, очень обратили внимание. В городе очень плохо очищают дороги, особенно остановки, остановочные пункты. Рядность уменьшается, получается один ряд вообще полностью занят снегом, и остается, грубо говоря, из трех рядов, два ряда. По итогам нашего опроса среди водителей городского транспорта в лидерах самых неубранных улицы Александра Матросова, Георгия Исакова, Эмилия Алексеева, Петра Сухова, Алексея Юрина сотрудники госавтоинспекции применяют свои санкции. Для уборки, для устранения недостатков. Такие вот снежные валы, конечно, не заужают проезжую часть, пропускную способность транспорта снижают, в том числе и угрожают безопасности пешеходов. Штрафы назначают должностным лицам, и это при том, что нормативы позволяют службам не очень-то торопиться. Снежные валы должны возиться от 9 до 12 суток после окончания снегопада. То есть в процессе, когда первая стадия уборки, техника весь снег сметает именно на обочину. Чиститься на максимальную ширину стараются. То есть если сама по себе улица, допустим, 3-4 метра, то техника расчистится на 3-4 метра, то есть как будет ширина улицы. Стараются, но, видимо, недостаточно. Как нам сказали в ГИБДД, предписание об устранении снежных валов оформляют ежедневно. А водители вымеряют сантиметры, пытаясь разъехаться в узких улицах. Между тем, лед и снег с проезжей части должны начать убирать через 6 часов сразу после окончания снегопада. Раньше можно, позднее нет. Так говорят правила благоустройства Барнаула, принятые Гордумой. Здесь община миховая, нормально чистят почти каждый день. А вот на той конечной плоховато. Бывает, мы доезжаем до париклиники, и все, и вниз уже не спускаемся, потому что мы подняться уже не можем. Не вовремя так убирают после снегопада. А как водитель легкового автомобиля, как оцениваете уборку улиц? Уборку? Да, отвратительно, наверное. Что, что могу сказать? Отвратительно. У города есть проблемы, но если требуется, нанимают технику со стороны. Сейчас своей техники у муниципального автодурстроя 252 единицы. Она изношена на 88%. Уже не только ГИБДД, но и прокуратура привлекает чиновников к ответственности. Действительно была проведена проверка прокуратуры города. Все участки предприятия известны. Они доведены у нас до дорожно-эксплуатационных участков. Но отрабатывать участки одно, а снег нужно куда-то свозить. Оказалось, в Барнауле и с этим есть проблемы. Например, в Борзовой заимки недовольны. Своего снега им хватает. А после снегопадов начали возить из города, как здесь говорят, с грязью и химикатами. Вся вот эта вот грязь, все химикаты, которые из города вывезены со снегом, они все идут, оседают в огороды. И все будет попадать через таяние вод, будет попадать в скважины. То есть центральной воды здесь, борзовки нету на этой стороне. Весной снегоотвал, конечно, усугубит поводок. В этом жители уверены. Так выглядит борзовая заимка, когда Барнаулка выходит из берегов. Сажать овощи в огородах и так невозможно. А если к этому прибавить насыщенный химикатами городской снег, это не сделает лучше почву. Грунтовые воды, открытые водоемы. Экологи подтвердили, что это вредно. Хотя чиновники с ними не согласятся. При постепенном вытаивании происходит напитывание лишь верхних слоев почвы. Нижние водоносные слои, они находятся довольно глубоко. И дренирующая вода на такую глубину не опускается. Соответственно, риск того, что питьевой водой, которая находится под землей, отравится, он отсутствует. Выходит, в город аномальная метель принесла много проблем, к которым Барнаул оказался не готов. А вот на трассах спасатели ориентировались лучше. Едем за нами, движется скорая помощь. Мужики пожарные вперед на снегоходах ухватили. Там женщина беременная. Так работают сотрудники МЧС на заметенных участках трасс. Кстати, беременную спасли, вот ее ведут к машине скорой помощи. Главное, чтобы помощь вновь не понадобилась барнаульцам. Хотя уже сейчас синоптики прогнозируют продолжение метелей. Если ваш двор превратился в снежный плен или вас беспокоит любая другая коммунальная проблема, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль». Мы приедем, снимем, попытаемся вам помочь. До встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok